Александр Яковлевич, возвращение у Вас в общественную жизнь города. Политическую? Да, политическую, общественную. Ну, это не политическую, это общественную. Общественную, да. Не, ну, в принципе, нельзя сказать, что Вы ушли. Вы постоянно на дне города бываете. Не, ну, я всегда, я служу, хотя мой бизнес в большинстве связан с сельской местностью. Вот, но город – это моя судьба, и будем говорить... А какой партия, Александр Яковлевич? Партия «Новая политика». Я возглавляю в городе... Ну, Вы помните, гражданское движение «Новая Украина»? Вы что-то с партии, я честно не помню. Мне честно не знаю, я все партии знаю. Новая политика? Вы смотрите, Вы не знаете почему. Потому что Вы присутствовали на нашем этом самом «Новая Украина», гражданское движение. С именужем. А, конечно же. Так это она и есть? Она и есть, просто то гражданское движение. Чтобы было гражданское движение. А учитывая, что законодательство не дает права гражданскому движению участвовать в выборном процессе, а для того, чтобы мы готовились идти к гражданским движениям, в гражданское движение входят две партии. Новая политика, которую возглавляет Семеновенко Владимир Петрович, а я возглавляю в области. Я возглавляю гражданское движение и новую политику. И народно доверие. Партия народно доверие. Там она отдельная. Эта партия участвует в процессе, но кандидаты в депутаты не выдвигают. Вы в горсовет будете? В горсовет. Да, мы идем. Я подобрал свою команду серьезную. Хотим пройти по спискам и победить на определенных мажоритарных уровнях. Я иду в первом списке и на мажоритарных уровнях. Уже можете сказать, кто у вас пятерка, первая в списке? Ну, немножко подождем. Подождем. Когда конференция? Ну, конференция начнется с 27-го числа. А городского, кто руководит городской агентацией? Ну, малоизвестный человек. Я областной руководитель. Но я иду в город, учитывая, что судьба моя с гордостью. Интересы мои с гордостью все. Ну, а уже хоть... Ну, вы тогда говорите, что я... То, что можно, что не является военной тайной? Ну, а что? У меня нет тайны. У нас нет тайны. Идем в городской совет. Хотим влиять на... Округ уже ваш мажоритарный, уже знаете? Да, 37-й. Это что? Это где? Это с кем? Это вот здесь. Это с кем? Это кто будет вам тут? А, еще ж не знаю. От партии регионов? Не могу сказать. Еще? Я так особо не интересуюсь соперниками. Я хочу идти и поменять. Что хотите сделать для своего опорта? Ну, первая задача, которую мы все хотим, это обустроить те места, где люди живут. Вот я своим опытом и знаниями могу будущим своим избирателям гарантировать, что я иду дыблив. Это и чтобы было чисто, убрано, асфальтировано. Приведено все в соответствие каким-то элементарным санитарным нормам. Чтобы подъезды были чистые, покрашенные, чтобы все коммунальные услуги оказывались качественными. Задача та, что касается жителей. И что в силах сделать депутат Грессовета. Влияя своим участием в сессиях на решение распределения материальных ресурсов. С учетом, имея опыт, ну и плюс мои возможности. Александр Яковлевич, у меня это уже, слава Богу, не первый десяток интервью, вот таких вот предвыборных. Вот вы мне скажите, как человек со своим опытом, со своим таким жизненным багажом. Почему никто мне не говорит и ликвидировать детское пьянство и наркомания на своем округе? Ну, понимаете, я объясню. Почему ликвидировать то, что пьянство, детское, детское, на округе невозможно. Почему? В целом, в городе, в стране. Понимаете, потому что, ну, будем говорить так, в округе это в основном жилые дома, да. А для того, чтобы ликвидировать пьянство, хотя это в принципе, задача такая. Я правильно, вы ставите, выяснить всех неблагополучной семьи, определить, где их дети находятся. В принципе, это реально. В принципе, это реально. Вы ведь точки, где продают детям? Ну, вы ведь точки, фактически, сегодня в любом магазине. Не в любом, Александр Яковлевич. Не в любом, поверьте мне. Не в любом. Все-таки полтора года нашей работы не на смарку. Полтора года мы активно работаем с милицией, милиция нам помогает. Далеко не в любом. Я думаю, что это задача решения. Это решение задачи. Понимаете? Ну, тогда, значит, я хочу официально попроситься к вам, вашим помощникам, советникам, по, именно по вот этому вопросу. По ликвидации. Это в принципе решение задачи. По ликвидации в округе детского пьянства и наркомании. Вот сейчас мы, помощники, изучают округ. Какие проблемы, что, в первую очередь, там бросаются проблемы. Закрытые, открытые люки, необустроенные проезды внутриквартальные, сбои, с вывозом мусора, непрятные, подъезды все разрисованные, разбитые. Это то, что бросается и людей задевает. Каждый день. Где у вас общественная приемная будет? А вот здесь. Все, я нахожусь здесь. Округ мой здесь. Я и живу в округе. Я сегодня живу в доме здесь, который будет голосовать на этом округе. Будет голосовать на вашем округе. Я хочу вас пригласить в наше движение «Родители против наркотиков». Это движение такое для всех родителей, которые есть здесь. Понимаете, я обращаюсь ко всем людей, которые это беда не тороплялись. Просто никто не застрахован. К сожалению, эта беда есть сегодня рядом. Наши дети общаются с теми, которые уже поражены этой болезнью. И мне хотелось бы, чтобы все больше было активных следов борьбы против воспространения наркотиков. Чтобы результативность действий ваших была налицо. Поскольку это очень сложная задача, непростая. Это социальная задача. И она требует массового участия. Как вы думаете, у нас получится? Мы делаем только первые шужочки. Я думаю, да. Ну, как получится? Сказать, что вы искорените. Я такой оптимизм я бы не разделил, но снизить. При том, что Николаев издефигурирует как город, в котором наиболее распространены наркотики. Чтобы уйти хотя бы от этого неприятного признания в Украине, это было бы неплохо. Почему? Потому что практика мировая показывает, что искоренить 100%. Она практически невозможно. Но сократить до минимума, я думаю, возможно. Сохранить хотя бы, уйти хотя бы с этого позорного первого места по детскому пьянству. Мы же с детским пьянством тоже хотим бороться. Потому что это поражение будущего. Это бомба под будущее нашего города. Если молодое поколение будет поражено этой болезнью, это будет очень плохо. Спасибо.